В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Внимание, балкон. Городские власти поручили управляющим компаниям проверить состояние всех балконов и козырьков над подъездами. К выборам подготовят. В Самарском избиркоме стартуют еженедельные обучающие консультации с участниками избирательного процесса. Кролики – это не только ценный мех. 1 июля стартует всероссийская сельскохозяйственная перепись. Почти 100 килограммов изъятого зелья. Таможенники подвели итоги работы за полгода. Вкалывают роботы. В Самаре открылась международная конференция «Инфостратегия-2016». Проверить состояние всех балконов и козырьков над подъездами поручил первый замглавы Самары Владимир Василенко управляющим компанией. Напомню, в феврале произошло ЧП в Кировском районе на проспекте Металлургов. Один из балконов четырехэтажного дома сначала повис над пешеходной дорожкой, потом рухнул. При обрушении никто не пострадал. После этого в доме срезали еще один аварийный балкон. Год назад балкон рухнул в поселке Управленческий. Тогда тоже обошлось без жертв, но повторение подобных ситуаций допускать нельзя. Предоставить всю информацию о состоянии балконов многоквартирных домов по каждому району Самары в департамент городского хозяйства должны в июле. Берем до 25 июля провести эту работу. Это не то, что 25 должны отдать. 20 отдать эту информацию всю в отраслевой департамент по срокам. С 20 по 25 ее проанализировать в разрезе каждого района по барийным козырькам, по балконам и всем остальным. В Самарском избиркоме стартуют еженедельные обучающие консультации с участниками избирательного процесса. Напомним, выборы депутатов губернской думы 6 созыва пройдут 18 сентября. Как подавать документы, кому необходим сбор подписей и в какие сроки их нужно сдать. В избиркоме Самарской области в полдень каждого вторника будут отвечать на все, даже самые неожиданные вопросы. А значит, все участники должны заранее грамотно заполнить все документы, чтобы не исправлять ошибки в последний момент. Мы готовы взаимодействовать со всеми участниками избирательного процесса, с партиями, с кандидатами, с иными участниками. Планируется проведение тематических обучающих семинаров у нас, в частности, по обучению и работе специальным программным обеспечением, которое, соответственно, у нас было разработано Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, которая необходима для подготовки документов по выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Кролики – это не только ценный мех, но и поголовье, которое необходимо посчитать. Десять дней остается до начала Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Для переписчиков открылись пункты обучения, где они проходят инструктаж и получают необходимый для работы инвентарь. На один из пунктов отправилась Марьяна Мирная. К группе «Молодняк» относится все поголовье овец в возрасте до одного года. Ликбез на тему сельского хозяйства – обязательная процедура для переписчиков, которые с 1 июля отправятся в поля подсчитывать угодья. В администрации промышленного района открылся пункт, где проходит инструктаж. Елена Попова примеряет спецодежду, сумка, жилетка и кепка – неотъемлемые атрибуты внешнего вида. Но на занятиях учат и тому, как справляться с трудностями. Трудности – это в основном понимание населения, для чего вообще это нужно. То есть непонимание людей, хозяев этих дачных участков, или частного сектора, которые неохотно идут на разговор. Здесь нужно объяснять, для чего это нужно, и как-то выходить из этого положения. Переписчиков на Кировские промышленные районы всего 14, но они проведут обширную работу. Каждому из них придется обойти около 600 дачных участков, чтобы внести в переписные листы площади земель, посадок и сельскохозяйственных животных. На территории города также жители держат скота, козы, птица. Есть и крупнорогатый скот, это коровы, свиньи. Конечно, это не в таких масштабах, не в таком количестве, как в сельской местности, но в то же время это присутствует. Всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет с 1 июля по 15 августа, но подготовительная работа началась уже сейчас. Со следующей недели раз в два дня переписчики должны сдавать на пункты переписные листы. Информация будет обрабатываться и анализироваться Росстатом. За свою работу переписчики получат около 30 тысяч рублей. Мариана Мирная, Григорий Пешаков. События. Штрафов на сумму в 33,5 тысячи рублей заплатит любитель и размещать рекламу незаконно. Чтобы в Самаре не было вывесок, которые портят облик города, следят сотрудники административных комиссий. С проверкой выходят каждый день, фиксируют каждое нарушение. Вместе со специалистами в рейд по железнодорожному району отправилась и Алина Чемерес. Не только портят внешний вид города, но и мешает комфортно жить. Вывеска магазина на улице Пензенская доставила немало хлопот Вере Попчихиной. Железная растяжка прямо под ее окнами в спальню и в зал. Просверлили мне стену. Это моя частная собственность. Ничего не слушали. Теперь мне зимой очень холодно. Замерзаю. Мерзнут у меня окна. Не надо мне от них никакой компенсации. Пускай мне заделают стену. По закону магазин имеет право на одну вывеску, которая должна быть не более 10 метров в длину, не перекрывать окна и двери и располагаться ниже линии второго этажа. Тем, кто хочет вывеску покрупнее, необходимо обратиться за разрешением в комитет по наружной рекламе. Сотрудники административной комиссии с такими нарушениями сталкиваются часто. Визуально видим, что вывеска расположена выше линии второго этажа, а также имеет более крупные размеры. Если у него действительно вывеска узаконена, тогда она дальше будет продолжать висеть. Либо, если же она незаконна, тогда будет приниматься решение о привлечении его к административной ответственности. Но чаще всего в ходе наших проверок выявляются, конечно же, незаконные вывески. В рейд по районам сотрудники административных комиссий выходят каждый день. Все нарушения снимают на фото. Штраф за незаконные вывески для физических лиц до 4, для юридических до 20 тысяч рублей. Это касается объявлений, расклеенных на фасадах домов и заборах, и табличек, прибитых к деревьям. Нельзя на фасадах, нельзя на столбах, на деревьях, на остановках, на остановочных павильонах, на киосках. То есть, это не установленные места. У нас есть стенды, где написано, стенды администрации городского округа Самары для печатной продукции объявлений. Пожалуйста, там могут быть размещены рекламы. Такие информационные стенды устанавливают по всему городу, специально, чтобы жители могли размещать здесь свои объявления. Но, как мы видим, сейчас он пустует. Вывесок очень мало. Заплатить штраф не значит оставить незаконную рекламу. Нарушителю дается месяц, чтобы решить, оформить документы на вывеску или снять ее. В этом году за нелегальную рекламу в Самаре уже составили более 20 административных протоколов. Выписали 16 штрафов на общую сумму в 33,5 тысячи рублей. Чтобы тех, кто готов испортить облико ради наживы, стало меньше, следят сами жители. Сотрудники ТОС регулярно проводят встречи с населением и призывают не клеить объявления в неположенных местах. Алина Чемерис, Константин Головин. События. Тяжело в учении, легко в бою. Порядка 50 курсантов спецфакультета Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения приняли участие в боевых артиллерийских стрельбах. Практические занятия прошли в рамках лагерного сбора на Тотском полигоне в Оренбургской области. Тренировка будущих офицеров из девяти государств, среди которых Казахстан, Камбоджа, Лаос, Монголия, Никарагуа, Эфиопия и другие, прошла под наблюдением инструкторов Центрального военного округа. В ходе учений курсанты стреляли из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», гаубиц МСТАБ и самоходных артиллерийских орудий «Хоста». Любой курсант, который должен обслуживать вооружение и военную технику, готовить ее к стрельбе, в том числе должен знать, как она работает, как она эксплуатируется. Почти 100 килограммов наркотиков, сильнодействующих и психотропных веществ было изъято таможенными органами Приволжского федерального округа за шесть неполных месяцев этого года. Только Самарская таможня возбудила три уголовных дела по фактам контрабанды запрещенных товаров. Откуда идет основной поток, узнавала наша съемочная группа. Героин, марихуана, традиционные, как их называют таможенники, наркотики нынче не в моде. Большая часть изъятого на сегодняшний день зелья – синтетического происхождения. 98% по данным контролирующих органов приходят из Китая. В Россию наркотики попадают через автомобильные пункты пропуска, но большей популярностью у заказчиков смерти пользуется почта. Но и там все держат руку на пульте. Первый момент – это когда работа начинается от результатов таможенного контроля, когда при входе посылки на территорию Российской Федерации, при его приосмотре почтового отправления обнаруживается вещество, и отсюда начинается цепочка последующих действий. Второй момент – это работа от лиц, так скажем, непосредственно, которые получают, то есть попадающих в поле зрения. Зачастую силовикам заранее известно, кто и что заказывает. Отсюда хорошие результаты пресечения преступлений. Бывают случаи, и когда заказчик не догадывается о том, что совершает преступление, выписывая из-за рубежа лекарственные или сильнодействующие препараты, некоторые из которых также вне закона. В основном речь идет о добавках, используемых спортсменами. Они, начиная принимать эти вещества, при этом организм перестает вырабатывать сам тестостерон. И через какой-то период времени человек, естественно, он очень сильно теряет здоровье. Это оказывает влияние на основные жизненно важные органы. И вот это вот именно первый эффект, который получает лицо, то есть это наращивание мышечной массы, оно, конечно, впоследствии очень сильно влияет на все функции организма. Эти люди рискуют не только подорвать здоровье, но и получить административный штраф, либо вовсе сесть в тюрьму. Провести запрещенный товар в незамеченном крайне сложно. За порядком на пунктах пропуска следят квалифицированные сотрудники и их четвероногие помощники. Например, это бельгийская овчарка Балто. Обмануть ее нос практически невозможно, но в этом большая заслуга кинологов. В нашей работе собака – это практически 70% нашей работы, то есть это именно кинологов. Потому что закрытый чемодан, не в каждую же сумку залезешь, откроешь. То есть на это нет основания. Собака, если там что-то есть, то есть она, проходя, обследуя своим носом, она может это найти. Мы их любим. Они партнеры, друзья наши. На балансе кинологического отдела Самарской таможни, который существует с 2008 года, пять четвероногих экспертов. Но ухо востро держат все сотрудники таможни. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События. 21 июня в России как раз отмечают День кинолога. Воспитанию четвероногих охотников, охранников и ищиек специалисты посвящают всю жизнь. Острый нюх и быстрые лапы их питомцев помогают на службе и в быту. А те, кто научился понимать собачий язык и об их мохнатых мастерах, на все лапы репортаж Алины Чемерес. Уши, да, высоко поставлены, хорошие, правильные формы. Спина прямая, живот подобран, грудь доходит до локотков. Годовалая западно-сибирская лайка Ника за внешний вид получает оценку очень хорошо. Для нее это первая выставка. Охотиться пока не умеет, но вскоре научится справляться с любой дичью, говорит хозяин Владимир Кутузов. Лайки, собаки универсальные, с ними хоть на кабана, хоть на утку. Главное воспитать ее так, чтобы стала самым верным другом. Общаться больше, узнавать друг друга, ее привычки. Она в это время привычки хозяина узнает. Больше гулять, больше общаться. Придет время, конечно, будем добиваться от нее хорошего потомства. Поездим по выставкам, присмотрим. Супруга ей хорошего будет, потомство. Надеюсь. На выставке охотничьих собак, русские гончие, борзы, лайки, фокстерьеры, дратхары. Около десятка пород, всего почти 200 собак. Все чистокровные, сродословные. Здесь оценивают только внешний вид, отбирают лучших для дальнейшего разведения породы. От того, как развита собака, зависят и ее рабочие качества. Ретриверы, любители утиной охоты. Натаскивать на дичь их начинают с пяти месяцев. Охота происходит так. Хозяин подстреливает утку, она куда-нибудь падает, а собака достает ее хоть из болота, хоть из камыша. Собаки очень добрые. Агрессия к человеку считается у них дизельной породы. У каждой породы свое охотничье назначение. Борзые берут скоростью, легавые умением быстро обнаружить дичь, русские спаниели невероятным чутьем и выносливостью. Породе в этом году исполняется 65 лет. Выводилась она специально для русских, сначала советских, потом русских охотников. Была нацелена на то, чтобы можно было содержать ее в малогабаритной квартире, в городских условиях, можно было с ней легко ездить в автобусе, в электричке, в метро и добираться до места охоты. Рабочие качества спаниели сгодились не только в охоте. Эти собаки давно заступили на государственную службу. Крым наш, только ленивый, не пошутил так над 9-летним Крымом, который с легкостью находит взрывчатку и оружие. На его счету ни один служебный подвиг. В поселке Красный Пахаре в Малильном доме было обнаружено взрывчатое вещество. То есть собака обнаружила взрывчатое вещество. Это наше последнее раскрытие. Мы были на обыске, он обнаружил, а дальше там уже работали специалисты. Впервые служить России собаки стали в 1906 году. Во время Первой мировой искали мины, выносили с поля боя раненых. Вскоре появились собаки-ищейки и четвероногие охранники режимных объектов. Ротвеллеры, овчарки, лабрадоры в Самарском центре кинологической службы сегодня проживают более сотни собак. Здесь есть животные всех служебных профилей. В возрасте 45 дней за каждым щенком закрепляют инспектора-кинолога, который ухаживает за ним, обучает и дрессирует. Благодаря стараниям Галины Алексашиной, немецкая овчарка Лидинг – один из лучших служебных псов. Недавно победил на соревнованиях по поиску взрывчатки. Он очень активный, любит играть, любознательный. Хочется ему все время самому что-то сделать. Вот сейчас он пошел обнюхивать предметы, в надежде что-то найти и получить за это игрушку. За здоровьем питомцев здесь пристально следят. Раз в год животные проходят диспансеризацию. Обычно служат собаке до 8-9 лет. Потом их списывают. Как правило, четвероногих пенсионеров к себе забирают кинологи, которые уже жить не могут без мохнатого друга, бок о бок с которым выполнили множество служебных заданий. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. Из Урала в Крым на полных парусах в Самару прибыла экспедиция Русского географического общества. Протяженность водного пути больше 3000 километров. Остановку в Самаре сделали всего на несколько часов. Куда и зачем плывут путешественники, узнала Лариса Шалафаст. В Самару прибыл морячок. Небольшая яхта микрокласса длиной 5,5 метров отлично подходит для длительного путешествия. В экспедицию под флагом Русского географического общества судно отправилось из Уфы 1 июня. Управляет морячком капитан, в прошлом военный летчик Константин Костомаров. В Самаре он сделал остановку и побывал в местном отделении Русского географического общества. Одной из главных целей составление маршрутно-путевой карты для последователей, которые захотят либо повторить полный маршрут, либо частично где-то в какой-то степени пройти от Самары до Саратова или от набережных Чернов до Волгограда. От самарских моряков Константин Костомаров получил медаль в честь 310-летия российского флота, а также памятные подарки и пожелания доброго пути. На морячке капитан проплывет по рекам Белая, Кама, Волга, пройдет через 14 шлюзов Волга, Донского канала и Азовское море. Через Керченский пролив выйдет в Черное море. По пути планируют также исследовать экологическую обстановку. Они по ходу проводят экологический мониторинг береговой линии и островных территорий. И, может быть, в процессе этого мониторинга они выявят особенно ценные участки экосистем и предложат их для дальнейшего перевода их в статус особо охраняемых природных территорий. В пути небольшая яхта пробудет два месяца. Прибыть в Севастополь путешественники планируют в конце июля. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События. А сейчас коротко о других темах дня. Сегодня рано утром в Тольяттинском лесу женщина родила ребенка. Случайный прохожий заметил ее неподалеку от санатория Лесной, возле недостроенного заброшенного здания. Он вызвал скорую, но к моменту приезда 30-летняя женщина уже родила девочку. Сотрудники скорой оказали матери и ребенку первую помощь и увезли их в роддом. Кадровые перестановки. На должность управляющего директора завода Кузнецов назначен Сергей Павлинич. Раньше он был заместителем генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации. Приказ о его назначении был подписан сегодня. Также по решению Совета директоров упразднена должность исполнительного директора завода Кузнецов, который занимал Николай Якушин. Руководство холдинга объясняет перемены в структуре управления тем, что сейчас важно вывести предприятие на новый уровень развития и успешно завершить начатые проекты. Самарские лагеря проверят на безопасность, также проконтролируют туристические маршруты, проведут дополнительный инструктаж со всеми педагогами. Меры связаны с трагедией, случившейся в Карелии в минувшие выходные. Там во время турпохода погибли 14 детей, все они были отдыхающими лагеря. Площадь Самарского зоопарка может вырасти на треть, сообщает пресс-служба Самарского Минлесхоза. Решение о расширении зоопарка будет обсуждаться на публичных слушаниях до 10 июля. На соседней зоопарком территории имеются участки земли, государственная собственность на которой не разграничена. Возможно, их придадут в бессрочное пользование Самарскому зоопарку. Самарская пенсионерка вошла в тройку лидеров на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью. Жительница Самары Надежда Башкирова показала высокие результаты в номинации работы в поисковой системе в категории «Начинающий пользователь». В умении быстро находить нужную информацию в интернете и пользоваться порталом госуслуг и текстовыми редакторами пожилая женщина уступила победу пенсионерке из Краснодарского края. Роботы среди нас. В Самаре проходит международная конференция «Инфостратегия-2016». На нее собрались технические гении со всей России и стран СНГ. Привезли свои разработки, чтобы поделиться опытом. Одним из популярных мест стал мастер-класс по робототехнике, куда и направилась Марьяна Мирная. Учитель со стажем Равиль Сайфулин легко входит в роль пятиклассника. Детали конструктора в его руках быстро превращаются в робота. Остается включить знания по информатике и запрограммировать его на выполнение нужных действий. И пока школьники на каникулах, преподаватель учится, чтобы поделиться опытом с учениками в новом учебном году. И детям полезно это, потому что вообще-то робототехника – это, как вам сказать, такой предмет, он всеоблемен, он и математику позволит детям больше осваивать, физику, другие технологии тоже самое, потому что вот технологии, сейчас мы просто собираем. Вот через некоторое время мы будем заниматься уже информатикой, программировать, правильно? Вот это детям очень интересно. В Самарской области благодаря поддержке правительства робототехника активно развивается, и не сегодня-завтра роботы так плотно войдут в жизнь человека, что посудомоечные и стиральные машины покажутся пережитками прошлого. Проект Р2Д2 способствует тому, чтобы молодые и талантливые разработчики могли творить и воплощать в жизнь смелые идеи. Те, кто у нас занимаются в Р2Д2, они все знают от мала до велика, где у тебя дома робототехника – это стиральная машинка. Те ребята, которые непосвященные, они, конечно, с такой быстротой не отвечают на эти вопросы. Конференции – только малая часть большой работы, которую ведут самарские конструкторы, и им есть чем похвастаться. В скором времени самарские профессионалы в области робототехники отправятся на Всемирную Олимпиаду в Казань. Мариана Мирная, Алексей Золотенков, События. Коллекцию из 2018 фото решили собрать участники Иволги. На Мострюковских озерах продолжается молодежный фестиваль. Предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 не остался без внимания его участников. Тем более, что Самара – город-организатор. У нас пройдет групповой этап и первая стадия – плей-офф. Уйдеть в футбольные баталии смогут немногие участники Иволги. Но оставить фотографию на память о предстоящем чемпионате сможет каждый. Самарчанка Айгуль Минастинова – волонтер со стажем. За ее плечами помощь в организации разных спортивных мероприятий – от районных до всероссийских. Мечтает поработать и на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Когда увидела на Иволге макет города-организатора Самара, решила сфотографироваться на память. Такое событие масштабное. Все готовятся к нему, особенно болельщики. Я думаю, для них это вообще такое мероприятие. Они готовятся, наверное, к нему уже. И город тоже. Я думаю, преобразится к лучшему. Мы уже ждем этого, готовимся. Будем надеяться, будем верить в лучшее, будем болеть за наших. На молодежном форуме Иволга проходит фотосессия на фоне макета футбольного праздника. 2018 снимков появится в соцсетях с хэштегом «Чемпионат мира по футболу-2018 в Самаре» на русском и английском языках. Некоторые гости и участники Иволги впервые узнали, что матчи чемпионата мира по футболу можно будет увидеть на стадионе «Самара-арена». Если он проводится в Самарской области, я найду средства, чтобы приехать, обязательно поболеть. Я считаю, что это, во-первых, инвестиции именно в Самарскую область и очень приоритетное направление. То есть это нужно и важно. И будем болеть за наши. Собрать коллекцию из 2018 фотографий организаторам акции не составит большого труда. Ведь на форуме защищают свои оригинальные проекты более 2000 молодых людей. А в гости с лекциями и на тематические встречи приезжают известные политики, журналисты и спортсмены. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Сегодня «Крылья Советов» начали подготовку к новому сезону. К слову, Глен Верко, тренсин главного тренера «Крыльев Советов», вошел в технический штаб Самарской команды. А что нового у баскетболистов, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта в эфире. Спонсор программы «Капли Акуметил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Дмитрий Халдеев – единственный самарский баскетболист в юношеской сборной России. Центральный нападающий баскет-клуба «Самара» на год младше своих товарищей по команде. Но это его уже второй опыт игры в национальной сборной. Тренировки на песке изматывающие, признается спортсмен, поэтому на паркете европейского первенства будет легче побеждать. Хочу показать как можно выше результат. Желательно, конечно, первое место. Тренировочный сбор национальной команды Ю-18 в «Самаре» проходит впервые. Для подготовки к первенству Европы в городе есть все. Тренерский штаб представлен местным баскет-клубом, который второй сезон показывает выдающийся результат в Суперлиге. Отличная тренировочная база. Утром физподготовка на пляже, вечером работа с мячом на баскетбольной площадке. Задача минимум – пройти отборочный турнир в группе и показать достойную игру в плей-офф. Командой главный тренер сборной доволен. Насколько сбалансированное, покажет время. Мы только собрались, провели несколько только командных тренировок. Пока ничего не ясно. Но для российского уровня это достаточно неплохие игроки. Силы есть, поэтому всегда на фоне того, что есть пока свежесть, настроение у всех хорошее. В юношескую сборную приглашены 16 спортсменов из фарм-клубов команд, играющих в супер- и единой лигах. В основном это москвичи, питерцы, один краснодарец и самарец. Кто вернется из Турции с первенства Европы восходящей звездой взрослого баскетбола, станет известно в августе. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин